привет всем друзьям нахожусь сейчас в лондоне приехал сюда учить английский сегодня я хотел бы с вами поговорить о том как сильно да на меня повлияло мое мышление как изменилась сильно моя жизнь благодаря мышлению благодаря мотивации и как и себя сейчас чувствую да вот три года три года можно сказать я живу кардинально новой жизнью многие могут мне сказать да твою жизнь изменили деньги я посмотрел бы на тебя если бы у тебя не было денег друзья но деньги у меня появились благодаря тому что я изменил мышление деньги деньгами но у тебя может быть много денег и ты будешь не счастлив я абсолютно счастлив да мой канал о деньгах но я очень много говорю о счастье потому что это очень важно деньги не так важны как счастье потому что нахрен вам деньги если вы будете абсолютно несчастным человеком и так я в лондоне развиваюсь учу английский ребят я вам уже говорил если вы начнете кайфовать от развития вот именно кайфовать блин такой шумный город думал нашел тихую улицу тут стройка уже какая-то идет вот если вы будете именно кайфовать когда вам это понравится вы захотите развиваться вы захотите учиться короче как сильно на меня повлиял прайминг на меня очень сильно повлиял прайминг кто не знает что это такое прайминг я каждое утро делаю прайминг я внизу оставлю ссылку как я это делаю в чем прикол прайминга да когда ты каждый день говоришь себе аффирмации я счастлив я здоров я богат когда ты несчастлив когда ты не здоров когда ты не богат и когда ты говоришь тебе да вот целыми днями это да это бред ты себе говоришь я богат я миллионер а на самом деле блин я не был миллионером но когда ты начинаешь его повторять ежедневно каждый день каждый день каждый день ты себе говоришь одно и то же твой мозг уже начинает думать блин а может я реально миллионер реально вот так думает мозг и когда ты начинаешь концентрироваться на всем только хорошим все начинает меняться кардинально изменил я концентрацию на все позитивное все убрал со своей жизни уже три года я так живу и мне от этого только лучше многие скептики могут сказать блин да мне уже там ничего не поможет это все фигня я всегда говорю новым людям вы же жили прошлой жизнью почему вам не попробовать пожить по-другому я вот попробовал не так это понравилось и у тебя появляется и деньги счастье и любовь у тебя все начинает появляться друзья и мой канал мой канал для людей которые хотят изменить свою жизнь мой канал не для миллионеров мой канал для обычных людей которым надоело выживать до которым надоело жить как все которые хотят изменить свою жизнь я раньше таким был я кардинально хотел изменить свою жизнь часто мне еще люди говорят миллионером мотивация не нужна. Да, я согласен. Успешным людям мне нужна мотивация. Мотивация уже у вас будет внутри. Мотивация у меня вот здесь внутри. Я сам себя мотивирую ежедневно. Многие могут сказать, у миллионеров нет мотивации. Есть у них мотивация. Они каждый день заряжены. Они кайфуют. Это уже их мотивация. Понимаете? И мне обязательно смотреть какие-то мотивационные ролики. У них мотивация проявляется в другом. Но у каждого человека есть мотивация. Без мотивации вы никто. У всех миллионеров, миллиардеров есть мотивация. Даже если это миллионеры из 90-х. У них есть ребята своя мотивация. Каждый день они себя мотивируют. Каждый день их что-то мотивирует, чтобы вставать и двигаться дальше. У них уже куча денег. Они могут жить себе на острове. Они могут путешествовать везде. Но они почему-то продолжают заниматься тем, чем занимаются. Почему? Потому что у них есть свой движок, своя мотивация. И они продолжают добиваться успеха. Итак, в чем еще прикол прайминга и мотивации, да, вот. Как я изменился за три года? Во-первых, вот ежедневная мотивация, ежедневная прокачка себя дала мне большую уверенность. Ну, не то чтобы уверенность. Это, ребята, не касается денег. Я сейчас вам расскажу, в чем прикол. Я начал абсолютно контролировать свои сны. Я могу просыпаться, когда я захочу. Я могу делать все, что захочу. Я не знаю, у меня такого раньше не было. Когда мне снится там что-то плохое, я это контролирую. Если мне там снится какой-то там монстр, да, ужасный, я могу его послать, я могу его ударить. Я всегда сильнее его. Такого у меня раньше не было. Когда мне снились кошмары, я там от них убегал. А когда мне снится какая-то мистика, ну вот, например, мне недавно снилось, что я вот поднимаюсь, поднимаюсь по лестнице и не могу подняться, да. Когда мне уже это надоедает, когда я понимаю, что не могу ничего изменить, я просто просыпаюсь. Как я просыпаюсь? Я во сне широко открываю глаза, очень широко открываю глаза и моментально же просыпаюсь. Вот такой вот у меня появился скилл. Раньше у меня такого скилла не было. И весь прикол в том, что я осознаю, что я во сне. Когда я что-то делаю во сне, я понимаю, что такого в реальной жизни быть не может, и я понимаю, я сплю, это сон. А когда я осознаю, что это сон, у меня появляются безграничные возможности. Я могу летать, у меня там появляется магия, я могу быть невидимым. Я все могу делать. И вот это такой кайф. Я не знаю, почему у меня появился этот скилл, но, ребята, это очень крутой скилл. Я думаю, что это благодаря праймам. Вот это реально благодаря праймам. Что еще у меня появилось? Благодаря праймам я начал акцентировать внимание только на хороших вещах. Я вот негативные вещи почему-то перестаю уже замечать. Они уже меня не раздражают. Понимаете? Негативные вещи, тяжелые ситуации, они будут в вашей жизни всегда. Не нужно думать, вот, завтра будет легче. Нет, легче никогда не будет. Всегда будет тяжело. Все дело в том, как вы к этому относитесь. В моей жизни тоже присутствуют всякие неудачи, всякие проблемы, но я перестал их замечать. И как бы у меня в жизни уже их нет. Они есть. Но проблемы для меня это уроки. Я извлекаю пользу. Какие-то там негативные ситуации. Кто-то там, не знаю, нахамил меня, обидел меня. Не знаю. Я не так на них уже реагирую. Я их просто не замечаю. А когда ты их не замечаешь, этих негативных ситуаций в вашей жизни становится все меньше и меньше. Вот что со мной случилось за три года. дальше. Уверенность, меньше негативных ситуаций. Что еще? А, я начал радоваться абсолютно всем вещам. Вот идет дождь, я радуюсь. Да, я не говорю, блин, опять этот дождь. Почему этот идет тупой дождь? Я радуюсь дождю. Я выхожу. Вау, Лондон, круто дождь. Вот когда все сидели в группе, да, по-английскому. И все говорили, блин, плохая погода, дождь. Мы хотим солнца. А я говорю, а я не хочу солнца. Я кайфую от дождя. И все такие, что, блин? Чувак, какого хрена? А я говорю, дождь это круто, дождь это шикарно. Я люблю гулять под дождем. И они меня, короче, не поняли. Ну, вот так вот, ребята. Во всех вещах, да, я стараюсь находить позитив. Не то, чтобы стараюсь. Я начал любить, как бы, все вещи. Да, я тоже раздражаюсь, да. Я могу там очень злиться. Но вот эти вот вспышки ярости, может быть, у меня есть вспышки гнева, они очень короткие, да. Они не занимают у меня весь день. Если вот я злюсь, да, все, весь день наперекосяк. Я злой на всех. Я раздраженный. Нет. Я могу там попсиховать, не знаю. Две-три минуты, все. Просто, знаете, выплеснуть эмоции, и потом все. Осознаю, да, и начинаю кайфовать. Потому что, ну, вы не сможете, да, вот жить просто идеально. Всегда у вас все будет хорошо. Это не бывает. Мы же все живые люди. Мы все там ошибаемся. Это нормально. Но важно то, как вы на это реагируете. Короче, ребята, я могу много рассказывать, но это нужно делать. Просто вам нужно изменить свое мышление. Это не произойдет, да, вот за один день. Все, я прочел книгу, я изменил свое мышление. Нет, над этим нужно работать. Но работайте. Работайте ежедневно, и ваша жизнь кардинально изменится. А чего я еще кайфую? Что мне еще добавляет уверенность? А, походка Макгрегора. Да, я хожу по квартире, ребята, Конором Макгрегором. Серьезно. Я просыпаюсь с утра и вот так вот начинаю ходить по квартире. Я могу так сейчас пройтись по Лондону. Я раньше вообще стеснялся вот так вот ходить, снимать. Как на меня посмотрят? На меня посмотрят, как на придурка. Да, пофиг, блин. Это же тоже не произошло сразу, да? Я где-то там ныкался в углах. Только на меня там кто-то смотрит. Я быстро прячу камеру. Сейчас такого нет. Сейчас я могу пройтись по Лондону Макгрегором. Попробуйте, ребята, походите с утра. Да, это может быть глупо звучит. Да хрень с ним. Нужно делать глупые вещи. Вот попробуйте пройтись, как унылое дерьмо. Опустите голову, опустите плечи. Постойте так пару минут. Вам будет нехорошо. А попробуйте расправить плечи. Сделайте уверенный шаг. Вы совершенно по-другому будете себя чувствовать. Совершенно по-другому. Так что, друзья, вот такая вот ситуация. Измените мышление, короче, изменится ваша жизнь. Вот вам совет. Дай практический совет. Да вот вам совет. Вот вам совет. Делайте просто это. И все, ребята, все. И как бы вы негативно к этому не относились, ребята, это не будет решать вашу проблему. Это не решит ваши проблемы. Вы можете злиться. Вы можете жаловаться на жизнь. Да вы можете все, что угодно делать, но это не решит ваших проблем. От жалоб вам лучше не станет. От негатива вам лучше не станет. Вам вообще лучше не станет, если вы продолжите. Как сказал Джек Ма. Я раньше тоже жаловался, но потом осознал, что жалобы не решают проблемы. Нужно действовать. Нужно просто действовать. Если вы будете жаловаться, лучше не станет. Все. Просто поймите это. Если вы сдадитесь, тоже лучше не станет. Почему вы, ребята, сдаетесь? Многие мне пишут. Тарас, я вот посмотрел твое видео, и у меня опять появились силы. А так бы я сдался. Почему? Почему? Лучше же не станет. Если вы сдадитесь, вы вернетесь к прошлой жизни. Никогда не сдавайтесь. Потому что если вы не сдадитесь, вас ждет лучшая жизнь. Если вы сдадитесь, вы вернетесь обратно. Вы все похерите. Вы столько прошли, и вы хотите сдаться. Ну вы что, серьезно, ребята? Короче, вы не сдадитесь, потому что я буду продолжать вас мотивировать. Ребята, огромное спасибо вам за поддержку, за просмотр. Начинается дождик. Офигенно! Что, все люди прячутся, а я вышел под дождик. Короче, ребята, подписывайтесь обязательно на мой канал InStarting. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там много пользы, много мотивации. Ничего лишнего, ничего там разрушающего, ничего негативного в моем инстаграме нет. Только мотивация, только удача, только успех. Вы знаете, это мой, блин, жизненный принцип. Я буду всегда ему следовать. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Все у вас получится. Всегда идите до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok